Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, действительно, эпицезон у нас уже стартовал. Амичи начали сообщать о первых клещах, которые увидели 3 апреля в соцсетях. Когда же официально у нас стартовал эпицезон? Первое обращение, по нашим данным, в медицинской организации было зарегистрировано 7 апреля. 6 апреля двух людей укусили из Нижнеомского района и из города Омска. И далее на данный момент у нас уже 230 укусов, которые зарегистрированы в Омской области. Из них 95 детей. Такое время пробуждения клещей – это вообще норма? Да, это норма, потому что клещи у нас просыпаются при температуре свыше 0 градусов. Поэтому, когда у нас теплеет, это, конечно, конец марта, начало апреля, они начинают активизироваться. Потому что, например, в прошлом году это начало сезона было 5 апреля, до этого 27 апреля. Они начали просыпаться, потому что температура стала плюсовая. И это их обычная активность во время весенней, начала весны. Скажите, пожалуйста, клещи максимально активны и опасны с самого старта сезона или все-таки они позже просыпаются и уже тогда более опасны? Ну, как ранее говорила, они просыпаются при плюсовых температурах. Опасны они всегда, потому что Омск и Омская область, в принципе, являются эндемичной территорией по клещевому энцефалиту. У нас есть 15 сельских районов, это в основном северные районы, как раз эндемичные. И сам город Омск, о чем не стоит забывать, также эндемичная территория. Поэтому всегда есть риски нахождения на эндемичной территории зарядиться клещевым энцефалитом. Но кроме клещевого энцефалита у нас есть такие заболевания, как боролиоз, как анаплазмоз, эрлихиоз, которые также опасны. Но единственное, что против клещевого энцефалита у нас есть, профилактика специфическая, это вакцинация, то против тех инфекций ее нет. Поэтому, когда вас укусил клещ, вам необходимо обратиться за медицинской помощью, там вам снимут этого клеща и отправят на обследование, где вы как раз потом сможете узнать, заразен был клещ этот и стоит ли дальше продолжать лечение, либо он был не заразен. И тогда все, можно сказать, обошлось. Но, опять же, не стоит забывать о том, что есть неспецифическая профилактика для того, чтобы клещ, в принципе, вас не укусил. Стоит не забывать, что если вы выходите в какую-то лесополосу, в парке, в скверы, необходимо надевать закрытую одежду. Эту одежду нужно заправлять штаны в носки, закрытая какая-то обувь. Опять же, если это верхняя одежда, то необходимо, чтобы там были манжеты. И не забывать про репелленты, потому что если вы используете репелленты, то они как раз отпугивают этих членистоногих. Ну а про специфическую профилактику говорить, то это вакцинация против клещевого энцефалита. Сейчас еще не поздно прививаться, главное помнить о том, что прививки ставятся за 14 дней до выхода в эндемичную зону. Поэтому сейчас, например, вы можете поставить первую вакцину В1, через 2 недели, 14 дней, поставите вторую вакцину. И только через 14 дней после второй вы можете выходить в эндемичную зону и знать, что уже если вас укусит клещ, то вакцина вам поможет, и вы будете защищены против этого клещевого энцефалита. А вообще, стоит не забывать и на будущее, что вакцинация, ту, про которую я говорила, это ускоренная. А есть обычная схема. Она начинается где-то с сентября-коктября, ставится первая вакцина, и потом в зависимости от вакцины и рекомендаций врачей, она ставится через 2-7 месяцев. После вакцинации у нас идет через год ревакцинация, и через 3 года, каждые 3 года, вы должны ставить тоже ревакцинацию. Тем вы защитите себя. Омский регион эндемичный. А как ведут себя клещи из года в год? Их активность увеличивается, снижается или остается на одном уровне? В принципе, в прошлом году у нас было зарегистрировано более 5000 обращений за укусами клещей. Из них детей около 30%. Это было меньше, чем в прошлом году, то есть в 22-м. Тогда было зарегистрировано около 6000 обращений. Поэтому, если говорить про среднемноголетние уровни, то у нас как раз в Омской области колеблется укус от 6000 до 5000 в последние 10 лет. А какие болезни чаще всего переносят членистоногие и какие случаи зафиксированы в Омском регионе? В этом году у нас случаев заболеваний не было зарегистрировано. В прошлом году было зарегистрировано 20 случаев клещевого энцефалита, 17 случаев барлиоза. И также были зарегистрированы случаи анаплазмоза человека. Один случай был такой. Летальных случаев не было. Где чаще всего можно столкнуться с клещами? Потому что в городе основные зоны, парки, скверы, их обрабатывают. Тем не менее, люди находят клещей на себе, на домашних питомцев. Где можно их встретить чаще всего? Да, как вы говорили, что можно, конечно, их встретить и в парках, и скверах. Но, опять же, их там будет минимальное количество, потому что парки, скверы обрабатываются. А если вы выезжаете, сейчас как раз майские праздники, начало шашлыков, дач, люди выезжают в лес за грибы. Вот там как раз клещи, которые, в принципе, все равно мало контактируют с людьми. И как раз они там будут более, можно сказать, голодными. И необходимо как раз в такие более дикие места, когда выезжаете, тоже усиленно заниматься как раз профилактикой. И еще, ну, кроме того, что одежда, необходимо себя осматривать и осматривать своего ребенка. Если вы едете с ребенком, потому что дети активные, начинают везде бегать. Либо вы можете этого не заметить. Потому что, опять же, если говорить про клещей, у них есть такая специфическая особенность. Когда он кусает, при укусе он выделяет некий обезболивающий такой момент в слюне. И вы не чувствуете укуса. Поэтому необходимо осматриваться. И плюс осматривать те места, где как раз тонкая кожа и сосуды. Потому что они присасываются за ушами, волосистая часть головы, под коленками, под мышками. Вот эти места. Вы уже сказали о том, что делать, если вы заметили на себе клеща. А что делать точно нельзя? Точно нельзя. В первую очередь, это, например, сжигать клеща, уничтожать клеща. Потому что необходимо все-таки его отвезти в лабораторию. Либо отвезти в медицинскую организацию, если вы обнаружили в баночке. И отдать для исследования, чтобы понимать, с чем дальше бороться. Так как я говорила ранее, что у нас прививки есть только против клещевого энцефалита в принципе в мире. Против боролиоза, анаплазмоза. Ну и вот этих бактериальных инфекций нет. Поэтому, когда вы отвезли этого клеща, его обследовали, например, вдруг клещ положительный на боролиоз, то медицинская организация, она проводит дальнейшие действия. Это делают антибиотикотерапию. Потому что нужно понимать, что все-таки необходимо дальше человека лечить, если клещ заражен или нет. Опять же тоже, если вы не привитой, вы обратились в медицинскую организацию, и вдруг клещ вышел положительный на клещевой энцефалит, то тогда вам проводят иммуноглобулин противоклещевой. То, что поможет как раз предотвратить развитие заболевания и его осложнения. Насколько часто вообще клещи бывают переносчиками различных инфекций? Как часто подтверждаются вот эти вот случаи заражения? По нашим данным, в прошлом году подтверждалось около 40% таких клещей. В этом году уже снятых с людей клещей найдено 4 положительных пробы на барлиоз и одна на плазмоз. Есть какая-то разница, укусил клещ человека или животного? Так как мы отвечаем за здоровье людей, то, конечно, мы будем говорить про людей, про то, что вы можете заразиться определенными инфекциями. Но если говорить про животных, то это, конечно, лучше задать вопрос ветеринарам. Но, опять же, не стоит забывать, что если у вас есть животное, то бывает, что клещи могут переползать. Были такие случаи, регистрировались, что человек приходил домой, клещи были на собаке, и потом этого клеща обнаруживали на том же полу. И, в принципе, он мог дойти до человека. Опять же, таких клещей стоит все-таки собрать в банку, не сжигать, не убивать спиртом. Различные люди проводят эксперименты, можно сказать, над клещами. Нет, вы его вложите в баночку, отвозите в лабораторию, там его обследуют. Потому что, опять же, бывают клещи самки, они присасываются, и тогда все время кровь выпивают, можно сказать, из вас. А есть клещи самцы, они как раз могут, они недостаточно долго присасываются и могут переходить с одного человека на другого. На старте эпидсезона какие рекомендации вы все-таки дали нашим телезрителям, чтобы обезопасить себя? Ну, в первую очередь, это не ходить в лес и тому подобное без одежды, которые предназначены, это не закрытая одежда, использовать репелленты и, конечно же, вакцинироваться, потому что еще можно вакцинироваться перед тем, как попасть на эндемичную территорию. А куда нужно обратиться, чтобы поставить прививку? Обращаться необходимо в медицинское учреждение, по месту жительства, это любая поликлиника, медсанчасть и тому подобное. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, это было интервью с начальником отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александрой Недошковской. Я, Ксения Тоечкина, увидимся в эфире телеканала Омск ТВ.